Руслан Кухарчук И занимаясь средствами массовой информации, я сегодня не буду говорить о журналистике, о средствах массовой информации, но прошу вас молиться об этой сфере. Мне кажется, у верующих людей такие старые счета с журналистами, с медиаработниками есть еще с советских времен. Но вы уж, пожалуйста, на меня не срывайте все эти вспоминания, потому что действительно медиаработники, они много вреда принесли. И церкви Христовой, в той стране, где мы живем. Но, вне всякого сомнения, это та сфера, которая должна быть преображена и может быть преображена силой Евангелия. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, в 27 стихе Иисус Христос говорит такие слова. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Еще раз, что говорю вам в темноте, ваша ответственность выйти на самое освещенное место, где на вас будут светить много прожекторов различных. И говорите это при свете, и что на ухо слышите, ваша ответственность подняться на кровлю. Что такое кровля? Крыша. Что такое крыша? Это высокое место, где вас увидят максимальное количество людей. И говорить это во всеуслышание с кровли. Я не знаю, кто как думает, но, по-моему, здесь о средствах массовой информации речь идет. Каждый кулик, наверное, свое болото хвалит. Ну, мне так кажется. Потому что, наверное, нет более высокого места, более освещенного места, где все видят, все слышат, чем телевидение, газеты, журнал, интернет. Поэтому эта сфера, она в первую очередь предназначена для проповеди Евангелия. Я хочу напомнить, что даже когда Гутенберг в 15 веке станок печатный изобрел на территории современной Германии, угадайте с трех раз, что он первое печатал на печатном станке? Библию. Когда Иван Федоров на наших территориях начинал печатное дело, что первое печатал? Слово Божье, апостол, послание апостола Павла. Поэтому изначально средства для распространения, тиражирования информации, я уверен, предназначены для проповеди, для провозглашения благой Христовой вести, вести о спасении. Поэтому, если здесь есть молодые люди, подумайте о том, чтобы идти в эту сферу, чтобы евангельской вестью преобразовывать ее изнутри. И если нет, вы не собираетесь, тогда, по крайней мере, молитесь, пожалуйста, о верующих людях, которые там находятся и совершают служение. И о покаянии, и обращении ко Христу многих и многих, которые там нуждаются во спасении. Журналисты тоже люди. Это истина, которую нужно запомнить, и они нуждаются во спасении. И также в наших молитвах, безусловно. Я могу рассчитывать на это? Хотя бы один раз. Я даже не прошу каждый день, но хотя бы сегодня давайте мы помолимся об этой кровле, вот, куда мы хотим подниматься. Господь сегодня положил на сердце мне говорить на тему, которую я условно называю «отмена приговора». «Отмена приговора». В моей жизни было несколько приговоров, но они такие достаточно, не идут ни в какое сравнение с серьезными приговорами, как, например, тюремное заключение. Но один раз в детстве это родители приговаривали к десяти, бывало к пяти, пошлепыванием по специально предназначенным местам. Бывало, когда уже позже меня сотрудник ГАИ останавливал за превышение скорости и также приговаривал. Бывало такое, что миловал, а бывало, что не миловал. Я выписывал протокол, приговор, штраф. И я, конечно, мечтал об отмене, но, как правило, там бесполезно спорить, поэтому я вынужден был исполнять этот приговор. Но бывают в жизни по-настоящему серьезные приговоры, которые влияют на нашу жизнь, которые меняют вообще ход жизненного сценария, планы и намерения. Иногда бывает, так случается, приходит неизлечимая болезнь. И это тот приговор, на который физическими, естественными силами и возможностями, медицинскими способностями никак повлиять невозможно. Бывает такое, что ребенок вырастает в семье, в христианской семье, и вдруг в 16-17 лет что-то происходит, он становится врагом креста Христова. Бывает, возникает в семье сложности, неприятности. Бывает, что человек работал на рабочем месте в коллективе 7-8 лет, и вдруг сокращение, финансовый кризис, рабочие места ликвидируют. И почему-то именно вам выпала вот эта честь, так называемая, в кавычках, попасть под сокращение. У меня такое было также один раз. Бывают вещи, которые совершенно неожиданно и непредвиденно приходят в жизнь, в судьбу и историю верующих людей. И нам кажется, что мы этого не заслужили. Мы же верующие, мы же хорошие, мы же в церковь ходим два раза в неделю, мы же Библию читаем, хорошо знаем на память песни и гимны. И вот в такие случаи, в такие моменты нам особенно нужно вспомнить одну важную библейскую истину, что зачастую Господь допускает определенные обстоятельства в жизнь, у которых нет естественного, такого органичного объяснения, для того, чтобы мы уже не на себя надеялись, но на Бога воскрешающего мертвых. В книге Даниила, в 9 главе, в 18 стихе, написаны слова, которые, как мне кажется, они могут принести определенное сбалансированное понимание. Вы, наверное, часто слышали такую фразу, и я ее часто сам повторяю, молитва творит чудеса. Творит чудеса. Но мы должны помнить одну вещь, что на самом деле Бог автор чуда, а молитва это инструмент, с помощью которого мы обращаемся к Нему. Некоторые люди возлагают опование на веру, как на самодостаточную субстанцию. Якобы вера принесет чудо в жизнь, но на самом деле Господь приносит чудо в жизнь по вере и по молитве. Не духовная практика, как таковая, приносит божественное решение в нашу жизнь. Не наши праведные дела даже приносят божественное вмешательство в нашу жизнь, хотя Бог вознаграждает праведную жизнь, Бог вознаграждает веру, Бог отвечает на молитву. Но автором чуда, автором божественного решения является кто? Именно Бог, именно великий Бог в своей великой милости. А то, что мы делаем, верим, молимся, совершаем духовное служение, это лишь инструмент. Но мы никогда не можем терять свой фокус с автора, от того, кто это совершает, а не просто духовная практика. Вот об этом Даниил писал в 9 главе, в 18 стихе, второе полустище. Ибо мы повергаем моление наше пред тобой, уповая не на праведность нашу, но на твое великое милосердие. Даниил 100% был праведный такой, образцово-показательный служитель. Но он говорит, что при всем при этом, при том, что да, я праведный, да, мои друзья праведные, но мы, когда молимся, повергаем моление и упование наше, то мы возлагаем надежду не на вот эту праведность, не на нашу веру, не на нашу молитву. Сегодня мы помолились не 7,5 минут, а 28 минут. Означает, что Бог тем более должен ответить. Конечно, хорошо, когда мы много времени с Богом проводим, но так важно, чтобы мы не уподоблялись книжникам и фарисеям, которые формальную религиозность возлагают на нее надежды, что Бог отвечает по этому. Нет, Бог по милости своей отвечает, Бог милостив к нам. Слава Господу, дорогие друзья! Господь благи милостив. Бывает такое, что даже человек только обратился ко Христу. Первый раз приходит в церковь, обращается в молитве, и Бог по своей милости отвечает. Нам нужна Божья милость. Итак, когда мы говорим об отмене приговора, ключевой отрывок, который я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, это 2-е послание Коринфянам, 1-я глава, с 8 по 10 стих. Если какие-то еще тезисы, вещи истинные вы забудете сегодня, после вот этой моей короткой проповеди, хотел бы, чтобы вы этот отрывок запомнили особенно. 2-е послание Коринфянам, 1-я глава, с 8 по 10 стих. Апостол Павел пишет, «Ибо мы не хотим, братья, оставить вас в неведении, то есть в незнании, о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были и чрезмерно, и сверх сил, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого, надеемся, что еще избавят». Павел, величайший служитель, у которого, я уверен, не было проблем с верой, с регулярной молитвенной жизнью, с постами. Неспроста он говорил, «Подражайте мне, как я Христу». У него были основания, так сказать. И вот этот Павел, христианин, который написал большую половину книг Нового Завета, он сказал, «Однажды случились такие обстоятельства, когда мы не надеялись остаться в живых». Господи, почему такое с Павлом произошло? Он же не заслужил этого. Но не надеялись остаться в живых. И дальше в 9 стихе он говорит, «Но сами в себе имели приговор к смерти». Из этого я делаю вывод, что иногда, не всегда, не каждый раз, иногда случаются сложности и вызовы, когда мы не должны принимать, как что-то должное, а в молитве с верой противостоять этому. Но иногда случаются обстоятельства, которые выходят из-под нашего человеческого контроля. И вот это называется, как у Павла произошло, «Мы не надеялись остаться в живых». «Мы не надеялись, что сын вернется домой». «Мы не надеялись, что удастся как-то решить эту проблему долга, которая образовалась по разным причинам. Мы не надеялись найти новую работу, потому что все вокруг говорит о том, что финансовый кризис. Мы не надеялись получить исцеление от неизлечимой болезни». И вот Павел говорит, что сами в себе имели смертный приговор. И истинно номер один, на которую сегодня мы хотим обратить внимание, дорогие братья и сестры, двери к помилованию. И вообще помилование в нашу жизнь может принести только признание этого приговора. Не бывает помилования, когда нет приговора. Это юридическая норма. Здесь есть юристы или нет? Может кто-то учил? Это юридическая норма. Нельзя помиловать человека, если не вынесен приговор. Иногда бывает, что у меня болит голова. Такое, наверное, у каждого случается. И я, бывает, молюсь, молюсь, Господи, исцели, убери головную боль во имя Отца и Сына и Святого Духа, яви милость в Твое и в исцелении. Но я молюсь и параллельно думаю, если вдруг не поможет, у меня цитрамон есть. Господи, я прошу Тебя совершить чудо. Но думаю, если вдруг не срастется эта молитва, у меня есть салпадаин шипучий. Вот это, друзья мои, называется «Еще сам в себе не имею приговора к смерти». Еще не имею. Потому что дальше в 9 стихе Павел говорит, «Ну мы сами имели в себе приговор к смерти, но этим не заканчиваются его слова». Что там написано дальше? Для чего мы имели в себе приговор к смерти? Чтобы с этого момента, вот с этого момента, когда мы поняли, что нет другого выхода, нет салпадеина и цитрамона, нет другого решения земного естественного. Вот с этого момента, чтобы не на себя надеяться, но на Бога воскрешающего мертвых. Когда у нас есть дополнительные способы, дополнительные инструменты решения каких-то вопросов, нам не свойственно всецело полагаться на Господа. Вот такая человеческая наша природа. Но когда нет дополнительных решений, когда уже нет выхода другого, как только Господь, вот тогда мы по-настоящему в полной мере начинаем делать то, что говорит Павел, чтобы не на себя надеяться, не на друга, соседа, лекарства, врача, консультанта, работодателя, наш опыт или даже наше духовное служение, которое мы совершаем в церкви. Нет, Бог не поэтому совершает свои чудо в нашей жизни, а только по своей великой милости. Итак, плохая новость. Иногда в нашей жизни происходит то, что можно назвать смертным приговором. Но хорошая новость. Помилование происходит только после вынесения приговора. Сегодня Господь открывает для нас возможность и двери, и обращает наше внимание на эти прекрасные слова апостола Павла, что когда мы имеем в себе приговор смерти, в этот момент происходит чудо. Когда-то Аврааму Бог сказал, принеси в жертву сына своего, единственного Исаака. Это человек, который имел от Бога обетование, что от его семьи не произойдет великий народ. И вот, наконец-то, у него родился первенец от его жены Сарры. И вот этого первенца, единственного сына, от которого якобы должен произвести великий народ, Бог говорит, его принеси в жертву. И что делает Авраам? Он признает этот приговор. Он говорит, да, Господь, я не понимаю, что происходит, я не понимаю, что это вообще за просьба, как можно расшифровать, но я уверен, что где-то там глубоко в сердце. И, кстати, в Писании об этом говорится, Авраам верил и надеялся, что что-то в последний момент обязательно произойдет. Он шел на эту гору, он поднимался для того, чтобы принести в жертву своего единственного сына обетование. У него был Измаил, конечно, но сын обетования был единственный. И когда произошло в его сердце вот это признание приговора, когда он уже успокоился, что уже, да, я ничего не могу с этим сделать. И мы знаем, что он, когда поднялся на эту гору для того, чтобы совершить это приношение в жертву своего сына, и в последний момент происходит отмена приговора. Господь силен отменять приговоры. В те моменты, когда мы понимаем, что мы уже не можем что-то изменить своим опытом, стараниями, связями, практикой любыми другими обстоятельствами и людьми. И в этот момент только заносится рука для того, чтобы умертвить этого сына, и Господь говорит, нет, остановись через ангела. И сразу же был приготовлен жертвенное животное для того, чтобы совершилось это служение. Итак, приговор открывает двери к помилованию. Следующее, отчаяние подводит ко спасению. Читая Евангелие Матфея, Марка, Луки и Иоанна, все повествования жизни и служения Иисуса Христа, я анализирую вот те чудеса исцеления или освобождения от бесов, или воскрешения мертвых, которые происходили в служении Иисуса Христа. Я обратил внимание на одну такую интересную закономерную деталь. Всегда, когда Господь Иисус приносил чудо спасения, исцеления, освобождения от бесов, всегда это было в отчаянных ситуациях, когда люди отчаянно Его об этом просили. Я не припоминаю, чтобы такого, чтобы подходили к Иисусу, ковыряясь на Су, сказали, Господи, а может Ты исцелишь этого моего сына? Господи, кстати говоря, дочь умерла, если есть время, подойди, пожалуйста. Или одержи моя дочь у женщины? Нет, каждый раз это была отчаянная молитва, отчаянная просьба людей, которым был вынесен смертный приговор. И в те ситуации, когда ничто не могло решить эту проблему, как только отмена этого приговора, не просто какое-то такое косметическое вмешательство в ситуацию, а вот полная, полноправная, решительная отмена этого приговора. Матфея 15 глава с 22 стиха. Говорят эти слова, эта история. И вот женщина хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. Как будто бы Иисус ожидал, когда у нее в сердце произойдет полное признание приговора, как Павел говорил во втором Коринфянам, мы сами в себе имели приговор к смерти. Она один раз попросила Иисус, как бы проигнорировал, как бы не услышал, о чем она сказала. Но не отвечала ей ни слова. У вас бывало такое, что вы молитесь, и Христос как будто бы вам не отвечает ни слова. У меня бывало. Ученики его приступив, уже даже ученикам было как бы неловко. Начали ученики просить Иисуса. Иисус, отпусти ее, потому что кричит за нами. Шум, гам, крик какой-то. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Что в этих словах мы слышим? Отказ. Она просит совершить чудо исцеления, а Иисус отказывается. Но мы-то знаем, что Иисус добивался. Мы-то знаем, к чему Христос вел. К того, чтобы в ее сердце произошло настоящее признание смертного приговора. Потому что только после этого что происходит? Помилование. Только после этого происходит настоящее отчаянное упование на Бога, который силен воскрешать мертвых. Он сказал в ответ, я послан к погибшим овцам дома Израилева. Она подойдя, кланяясь, ему говорит, Господи, помоги же мне третий раз. Он сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросать псам. Но это уже как по мне даже казалось бы перебор. Он не просто сказал, что я не отвечу на твою просьбу, но он сравнил эту женщину с собаками. Окончательно испытывая ее до конца, насколько она всерьез желает получить отмену приговора. Но она не успокаивается, эта она как будто бы не слышит, что ей говорят. Она как будто бы не принимает этого отказа, потому что у нее в сердце отчаяние и упование на Господа. И она сказала, так, Господи, но даже собаки, даже псы едят крохи, которые падают со стола Господых. И знаете, в этот момент Иисус уже не мог продолжать. Иисус уже не мог что-то еще сказать. Один раз он отказал, точнее, один раз он проигнорировал, второй раз ученикам отказал, которые ходатайствовали, третий раз уже ей лично сказал, что я послан овцам Израилевым, а не к псам. И она не успокаивается четвертый раз. Ну и псы едят крохи. И в этот раз Иисус говорит, сказал ей, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. Исцелилась дочь ее в тот же час. Господь силен отменять приговоры в тот момент, когда он видит отчаянное упование на Бога в нашем сердце. В тот момент, когда он понимает, что мы по-настоящему смирились с тем фактом, что уже никто, ничто, ничего не сможет нам помочь, кроме великого Бога, Творца Чудес. Точно так же слепой Вартимей, когда шел Христос, ему сказали, он не видел его, ему сказали, что идет сын Давидов. И слепой Вартимей в отчаянии говорит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Ему говорили, Вартимей, успокойся, у Иисуса важные дела. Он, написано, еще громче начал кричать, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И в этот момент Иисус Христос остановился и говорит, позовите его ко мне, пусть подойдет ко мне. Я вижу, что у него точно смертный приговор, и я понимаю, что он уже отчаялся. Я хочу этот приговор что сделать? Отменить. Потому что Бог единственный, кто в полноте распоряжается нашей историей, нашей судьбой. Третье, уничижение предшествует возвышению. Итак, приговор приводит к помилованию. Второе, отчаяние приводит воудушевлению, к восстановлению. Третье, уничижение приводит к возвышению. Иногда мы попадаем в жизненные обстоятельства, которые сто процентов можно назвать унизительными. каждому Бог из нас дал чувство собственного достоинства. И это хорошее чувство. Речь не идет о гордости. Мы никогда не можем себе позволить превозноситься над кем-то. Никогда нельзя позволить унижать кого-то, потому что каждому человеку Бог дал образ и подобие Божье. Вы смотрите на ближнего своего, в нем образ и подобие Божье. Будьте всегда осторожными в своих словах, в действиях. Не унижайте друг друга словом, делом, взглядом. В Писании написано почитайте друг друга выше себя. А о себе думайте скромно, по мере веры. Других почитайте выше себя, а о себе скромно. Но иногда случается такое, что Господ допускает обстоятельства очень унизительные. Например, кто-то жил в достатке материальном, финансовом, и, как мы уже говорили, вдруг лишился работы. Или вдруг возникли обстоятельства, когда нужно потратить все сбережения. И в эти моменты, эти моменты Господ допускает не просто так, а для того, чтобы даровать возвышение, восстановление на должную позицию. В притчах много об этом говорится. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествующему славе. Это всегда взаимосвязанные вещи. Если сегодня вы переносите период чего-то такого, что можно назвать унижением, давайте в своем сердце смиримся перед Господом. Никогда никому это не повредило еще. Никогда никому не повредило. Иногда даже бывает такое, что случается такое, что человек совершает грех. Перед этим он был уверен, что он праведен, непоколебим, что он образцово показательный христианин на всю деревню. И вдруг что-то происходит такое, что он даже сам не может объяснить. Сегодня Господь напоминает нам, что он силен смирить всякого ходящего города, но перед возвышением следует смирение. Я даже слежу за историей современной Украины, за теми трагическими событиями, с которыми мы сталкиваемся и мы находимся во многом в унизительной ситуации, когда у нас голыми руками забирают территорию, без единого выстрела Крым. Это очень унизительно для любой страны, для любого государства. Что происходит на Донбассе, я вообще молчу. Но сегодня мы должны понимать, что Господь управляет историей, и Он силен смирить ходящих гордо, а те, кто смиряется, Господь возвышает. И прекрасна есть история с царем в книге пророка Даниила. И в Исаии в 9 главе в 1 и 2 стихе написано, прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее время возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и живущий в стране тени смертной свет воссияет. И мы знаем, как исполнилось это пророчество Исаия. Прежнее время умолило, унизило землю Нефалимову и Завулонову. Но когда Иисус Христос пришел и в физическом теле ходил по земле, Он ходил как раз таки по этой земле, по земле Галилейской, по земле Нефалимова и Завулонова, и эта земля возвеличена. Я верю, что Господь предназначил возвеличивание, восстановление для нашей страны, для нашей земли, для всех регионов, для всех жителей этого государства. Если мы как народ смиримся перед Господом, если мы возложим все упование на Него, потому что нам якобы кто-то вынес смертный приговор и мы как будто бы ничего уже не можем с этим сделать, но кто отменяет смертный приговор? Он силен совершить чудеса не только в жизни каждого из нас, но в жизни нашей страны, нашего народа. И последнее, друзья мои, за смертью следует что? Воскресенье. Это полностью входит в логику вот этой истины, о чем мы говорим. Чтобы произошло воскресенье, что должно произойти? Смерть. Не бывает воскресенья, когда не бывает смерти. Как и не бывает помилования, пока нет приговора. Поэтому Павел говорит, мы сами в себе имели этот приговор, чтобы не на себя надеяться, но на Бога, воскрешающего мертвых. Не может вырасти плод, семя, зерно, дерево, яблоня, груша, пшеница, овес, если одна семечка не умрет для того, чтобы принести плод. Дух Святой, живущий в нас, это Дух Воскресения. Сила Воскресения живет в нас. Господь, Он живой и действующий в нас и среди нас. Он предназначил для нас жизнь вечную. Он предназначил для нас благословенную жизнь, в том числе на этой земле. Мы дети Воскресения. Мы сыны Воскресения. Написано, что последний враг смерть истребится. Иисус говорит Виана, я есть воскресение и жизнь верующий в Меня, если и умрет, а живет. И в последние дни, в последний момент истории произойдет окончательная отмена смертного приговора. Это тысячи, миллионы, десятки миллионов умерших людей, верующих во Христа по всей земле. Во мгновение ока, что? Оживут. Во мгновение ока воскреснут. В этот момент Господь торжественно еще раз провозгласит и утвердит свое автономное и монопольное право на отмену смертного приговора. Больше никто в истории Земли, в истории Вселенной не имеет такого права, как отменять смертные приговоры. Огромное количество людей при гласе Архангела, при великой трубе воскреснут и встретятся с Господом на небесах. И напоследок произойдет великая отмена, окончательная отмена, навсегда отмена, бесповоротная отмена смертного приговора, вечная отмена. Пока мы находимся на этой земле, Господь, такие локальные, местные, ваши жизненные приговоры силен сегодня отменять. Но только в тот момент, когда мы всецело возложим упование не на какие-то запасные варианты, которые у нас еще остались, они хороши всегда, конечно. Но когда мы всецело возложим упование на того, кто силен по-настоящему вмешаться в нашу жизнь, принести туда благословение, порядок и отменить приговор. Да поможет нам Господь и воздадим Ему славу. Слава Господу. Аминь. Редактор субтитров